В августе прошлого года скейтбординг, как и еще четыре вида спорта, был включен в программу Олимпийских игр. Уже в 2020 году скейтбордисты смогут представить свои программы на Олимпиаде. Однако там все трюки будут регламентированы, а любители катания на досках – люди вольные, которые с удовольствием сами изобретают новые пируэты из года в год. В Рязани зачастую это происходит вблизи памятников и социально значимых объектов. Вот я живу на Цолковского, и там памятник, значит, уткину и еще один памятник, космонавту. Вы представляете, они прям заскакивают на постамент. Мрамор уже весь обит. Если из мрамора, я думаю, вряд ли. Если же вот из брусчатки туда, брусчатка, конечно, ломается, трескается от каждого удара. Брусчатка или мрамор, конечно, это не важно. Понятно, что памятники созданы для другого. Как раз для того же юного поколения, представители которого и занимаются скейтбордингом. Однако по закону молодые люди не совершают правонарушения. Езда по постаменту не является вандализмом. Скейтеры не рисуют на памятниках, не сверлят их. Но, тем не менее, неравнодушные граждане часто вызывают на них полицию. Местные жители, которые недовольны нашими щелчками и громкими звуками, они вызывают полицию. И полиция как бы к нам снисходительно относится. В основном все заканчивается тем, что скейтеры уезжают в другую точку города и катаются там. Хотя прыжки по трубам внутри недавно отремонтированного фонтана возле цирка явно могут привести к его разрушению. Скейтеры говорят, что занимаются любимым делом там, где могут обеспечить себе тренировку. В Рязани нет профессионального скейтпарка. Даже те, которые имеются, по мнению самих скейтбордистов, выполнены непропорционально, без учета потребностей спортсменов. В сторону Солочи как ехать. Довольно-таки далеко добираться, но парк вполне неплохой. Есть еще скейтпарк в Дашка, где-то ЦЕвропа, но очень ужасно исполнен. Опять же, сделан частными лицами. Не знаю, зачем вообще его построили. Он абсолютно непригоден к катанию. Во многих городах существуют скейтплазы – сооружения, выполненные из бетона, на которых скейтбордисты могут упражняться в трюках. Для удобства молодых людей они зачастую расположены в разных районах города. Нам трудно тут тренироваться вообще. Тем более на спотах, на тех местах, в которых мы катаемся на памятниках. Ступеньки везде, повсюду. Просто повсюду прогоняют. У большинства рязанцев, которые прогоняют скейтбордистов, сложилось представление о том, что они хулиганят. На самом же деле, в городе просто нет места для катания, кроме улиц. Молодцы, что катаются. Ни наркотики, ни околотилетий компьютеров. Хоть занимаются спортом. Физкультура. Хоть что-то не у компьютера сидят. Конечно, надо бы им какой-то центр создать, где бы они могли этим заниматься. В Москве, к примеру, даже в Парке Победы полиция скейтеров не прогоняет. Отношения людей там к ним более привычные. Если шагнуть еще дальше, стоит отметить, что это направление покорило мир. Создаются и компьютерные игры на основе реальных героев. Тони Хоук – мастер своего дела. Его прыжки входят в книгу рекордов Гиннесса. Не стоит забывать о том, что в мире проводится масса турниров среди скейтбордистов. И наши рязанские любители экстрима часто выезжают в другие города, чтобы показать, на что они способны. По поводу соревнований, могу сказать так, их проводится много. Они проводятся в разных городах, но в основном все эти соревнования, они частные. То есть они идут не от государства, не от каких-то частных компаний, которые просто своими усилиями для того, чтобы поддерживать все это направление. Там выделяют деньги из своего бюджета, а не из бюджета какой-то городской администрации. Направление набирает оборот. Во всем мире, и в том числе и в Рязани, с каждым годом становится все больше скейтеров. И вопрос о том, прогнать их или нет, с постамента памятника, возможно, скоро перестанет быть актуален, если сами скейтеры аккуратно будут относиться к сооружениям. А этому виду спорта в стране будет уделяться больше внимания. В частности, будут созданы условия для тренировок, чего так желают сами скейтеры.